Всем привет, мои хорошие! Сегодня я решила сделать укладочку подручными средствами, без использования плоек, всяких фенов и так далее. Вообще, вот как будто бы нет техники, вообще свет отключили, электричества нет. Хочу я вам показать, вот специально голову не помыла еще, хочу вам показать, что у меня происходит на голове уже на третий день после мытья. Вот как раз третий день сегодня. И у меня, ну буквально второй день еще ничего, а на третий день всегда уже у меня торчит все в разные стороны. Как я укладывала, оно уже туда не лежит. Ложится волос так, как ему вздумается. В общем, вот такая вот петрушка. Ну и при том, что волосы я немножко отпускаю, сейчас непонятно, что на голове, поэтому я тут пытаюсь всячески экспериментировать. Сейчас я пойду помою голову и к вам вернусь, и мы продолжим. Ну что, мои хорошие, я голову помыла. А, кстати, хочу вам сказать, чем я мою голову. Потому что все равно будете спрашивать. Я остановилась в последнее время вот на шампунь и бальзам Ботаника. Это Фаберлик. И аналогичная у меня есть краска для волос Ботаника. Фаберлик десятка, 10.0. Вот такая краска для волос. Красила голову как раз таки я недавно, буквально неделю назад. В общем, голову помыла. И теперь я хочу уложить волосы без всяких фенов. Значит, что я хочу сделать первым делом. Сначала я использую вот это масло. У меня есть масло еще другое, но вот это мое любимое. Масло Эль Сэй Флориаль. Оно уже заканчивается. И я, наверное, опять-таки такое же куплю. Потому что из всех масел, которые я пробовала, вот это больше всего мне нравится. Ну, во-первых, только два клика мне достаточно для того, чтобы волосы свои вот так вот раз-раз-раз и обработать. От масла волосы прям хорошо блестят, но они не жирнеют. Вот блески, не знаю, видно вам или нет. Прям такие блестящие становятся красивые. Ну, чтобы они получше блестели, я еще третий клик сделаю. Обычно два достаточно мне. Но сейчас у нас необычная укладка будет. Я хочу, чтобы волосы смотрелись красиво. Так, все, сделала. Теперь я волос просто один раз расчешу. Больше расчесывать не буду. Такой блеск необычный, как будто волосы не настоящие. Мне нравится. Классно. Вот. Значит, дальше что? Я пробор... Ну, у меня так на бок сейчас челка, да, лежит. Кстати, кто-то из подписчиков написал, вот прошлую укладку я делала, когда прошлое видео. Кто-то из подписчиков написал, что нравится вот как вот это лежит. И я вспомнила, что раньше, когда у меня была еще как-то химия, но по молодости, делали мы эффект мокрых волос, эффект мокрой химии. Вот модно было одно время, когда-то в моей молодости. Потом как-то я собиралась на работу, голову помыла и выключили свет. И я не смогла уложить ни феном, ни плойкой, ни чем волосы. Значит, что я сделала? Я взяла гель, у меня был тогда другой гель, такой фиксирующий был гель для фиксации волос. А этот гель тоже фиксации, но он немножечко деликатнее. Он не фиксирует так сильно, волосы от них жестки не становятся, и потом можно будет их расчесать, когда нужно будет расчесывать. Это Лондо Профессионал. Я этот гель использую тогда, когда укладку обычно делаю, чтобы немножко не торчало, кончики там немножко вытянуть, вот этим гелем. Но я его беру обычно чуть-чуть. Сейчас я возьму его немножко побольше, нанесу его вот так вот на руки, прям хорошо. И волос буду вот так вот... Ну, волос у меня немножко вьется сам по себе, но я его сейчас хочу ему помочь помяться получше. Я не знаю, челку, может быть, немножко ищу. Так, и вот. Еще возьму геля побольше вообще. Вот я вот, видите, беру чуть-чуть его, его как бы чуть-чуть хватает, он фиксирует волос. И прям вот так вот. Волос влажный, как раз вот то, что нужно. Пока не высох, надо его вот так вот помять. Сразу надо, пока волос еще не высох, определиться, где пробор, как я буду укладывать, чтобы он так вот уже высох и так уже и остался. Да, волос с годами становится непослушным еще больше, чем был в молодости. Но ничего, я все равно добьюсь своего результата. Уже что-то начинает получаться, уже что-то фиксируется. Теперь я хочу волосам дать высохнуть вот в таком состоянии, как они сейчас находятся. Потом, я думаю, что может быть зафиксировать немножечко лаком. Вот такой вот какой-то хаос должен быть на голове. Все, я думаю, достаточно. Блестят волосы, правда, классно. Вы знаете, честно говоря, я приготовила уже лак для волос, но что-то мне не хочется его применять, потому что лак он все-таки зафиксирует. Я хочу походить вот так немножко, дать волосам высохнуть вот в таком состоянии, а потом, через какое-то время я к вам вернусь, мы посмотрим, что получится в итоге. И потом я подумаю, лаком покрывать это или нет. Ну, сейчас мне нравится, прикольненько. Что там сзади, я не вижу, честно говоря, но вам покажу. Ну, все, скоро вернусь. Девочки, прошло 15 минут, я решила вернуться к вам. Волосы у меня уже высыхают, почти высохли. Сзади немножко еще влажные, а тут они уже почти сухие, особенно концы. Я решила зафиксировать все-таки лаком, потому что я боюсь, что мои локоны могут немножко распасться и не так уже выглядеть тогда, когда они высохнут. И вот пока они влажные еще немножечко, я все-таки зафиксирую лаком и похожу так. Еще раз вот так пожмакаем чуть-чуть. Вот, и оставим. В общем-то, я посмотрела, что у меня сзади, мне нравится. Такие вот кучеряшечки. Можно так приподнять, чтобы весело было. Вот так. И все. Сейчас еще чулочку чуть-чуть. Вот так, чтобы уже наверняка. Кстати говоря, я недавно в Фаберлик заказала вот такой ободок с камушками, такой блестящий. И мне прямо хочется именно к этой прическе попробовать этот ободок одеть. Ну, не для того, чтобы волосы собрать, а для красоты, к диадемку. Ой, по-моему, даже ничего так смотрится. Прикольненько. Как вам нравится такая причесочка? Прикольненько. Напишите мне, идет ли диадемка сюда к этой прическе? Вообще, идет ли мне эта прическа? Может быть, мне какое-то время с такой прической вообще походить? Не стоит, может быть, феном вот это мучиться, укладывать. Раз-раз, мокрые волосы, жам-жам-жам, пожамкали. И прическа готова. Напишите мне в комментариях ваше мнение. И, может быть, какие-то советы, может быть, еще что-нибудь посоветуйте. Ну, а на этом я хочу видео свое закончить. Кому мое видео понравилось, ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал, кто не подписан. И до новых встреч. Пока-пока. Пока-пока.